Еще у нас Тимурчик начал разговаривать по телефону. Он попросил там позвонить папе и сказал ему по телефону привет. Потом отвечал на вопросы, рассказал, что он ездил на море, перечислил всех людей, с кем он ездил, что он делал. На все вопросы отвечал. У них получился очень хороший диалог. Раньше такого не было. Когда Тимур разговаривал по телефону, он просил позвонить бабушке или папе. И он говорил однозначно, что нужно принести гематоген. Резко оздоровался и говорил, какую песню нужно спеть. А здесь он и в труху поцеловал, и поздоровался. И все рассказал, что у него было в течение дня. Это вообще невероятно. Он нас удивил и порадовал. Это что-то новое и очень заметное для всех. Также Тимур очень часто вспоминает доктора Давида. Говорит, что доктор Давид его любит и поможет. А еще он сегодня говорил, что нужно позвонить Давиду. Говорит, позвоните, пожалуйста, Давиду. У него очень большие изменения в речи произошли. Это очень радует. Тимур еще говорит, что он хотел бы поесть. Он говорит, я хочу хлопья, я хочу молоко, я хочу овощный сок или воду. Потом выбирать, в каком порядке он будет это есть. Сам достает с холодильника еду, которой ему хочется. Раньше у него еда была очень однообразная. Он мог есть жареную картошку, гуленки и соленые огурцы неделями. Он мало пил воды. Из-за этого у нас были проблемы со столом. Все время. У нас были запоры. Сейчас этого нет. Он ходит в туалет каждый день. Также он вел на море себя очень спокойно. Ходил по песку, немного побегал, покидал камушки. С соседями поздоровался, подошел спокойно и сказал здравствуйте. Раньше за ним нужно было все время бегать и не оставлять его ни на минуту без присмотра. Потому что он мог убежать и потеряться. Еще он научился на этой неделе прыгать. Он раньше не мог прыгать на месте. Предопротили повторить или его ножками пытались попрыгать. Он этого не повторял, только злился и плакал. Сейчас...